Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И в начале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Остаток жизни в тюрьме. Житель Пензенской области задержан за шпионаж в пользу Украины. У ФСБ России по Пензенской области задокументировано и пресечена противоправной деятельности жителей Пензенской области. 1986 года рождения причастного к государственной измене в форме шпионажа. Где тонко, там рвется. Несмотря на солидную толщину льда, спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на замерзшую поверхность водоемов. На льду бывают промоины. Они под снегом сейчас, вы их не заметите. И последствия сами понимаете. Вот. Человек может утонуть. Атомный спорт. В Заречном завершился первый в истории межрегиональный детский турнир по баскетболу, посвященный юбилею производственного объединения «Старт». Главный итог. Мы получили огромное количество эмоций, огромное количество игровой практики. И теперь об этих и других новостях подробнее. Пожизненное лишение свободы грозит 37-летнему жителю Пензенской области за шпионаж. Он был задержан сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности по подозрению в государственной измене. У ФСБ России по Пензенской области задокументировано и пресечена противоправной деятельности житель Пензенской области 1986 года рождения, причастного к государственной измене в форме шпионажа. Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области в отношении жителей области возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Подозреваемого в шпионаже мужчину задержали сотрудники ФСБ в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В отношении вас возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской области в государственной измене в постановлении производства службы безопасности. Установлено, что злоумышленник посредством своего личного мобильного телефона инициативно установил контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в процессе общения выразил готовность оказывать помощь Украине против безопасности Российской Федерации. Я звонил в украинский проект, связанный с подслужбами Украины, чтобы передать сведения о военнослужащем, участвующем в зоне своего, с целью личной неприязни к Кальвису, что он совершил преступление против России. Следственным отделом у ФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена». 37-летнему мужчине грозит от 12 до 20 лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела. Ленинский районный суд Пензы санкционировал арест жителя региона, которого задержали по делу о государственной измене после передачи украинской разведки сведений о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщил суд в соцсети ВКонтакте. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 29 суток до 19 мая 2024 года, говорится в сообщении. Отмечается, что постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В Пензенской области введен официальный запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов. Пока срок его действия ограничен 1 апреля. Наш корреспондент Ксения Тризна убедилась, что несмотря на солидную толщину льда на Зареченских прудах, запрет абсолютно обоснован. Так у спасателей управления гражданской защиты начинается каждый день. Они регулярно замеряют толщину льда на пруду в зоне отдыха лесная. Несмотря на то, что визуально корка выглядит прочной, весенний лед очень коварен. На льду бывают промоины. Они под снегом, сейчас вы их не заметите. И впоследствии, сами понимаете, человек может утонуть. Где промоины, там лед совсем или вообще нет, он под снегом, или очень тонкий. Так что лучше на лед вообще не выходить. Особенно те места, которые, вот видите, огорожены. Они у нас под контролем, они огорожены, обозначены. Но, тем не менее, могут появиться еще какие-то места. С 15 марта в Пензенской области выходить на лед запрещено. На территории зоны отдыха лесная установлены специальные знаки. Но есть те, кто игнорирует такие предупреждения. Поэтому сотрудники управления гражданской защиты регулярно проводят профилактические рейды. Они пытаются на лед выходить. Дети катаются с берегов, выезжают на лед. Мы с ними проводим работу, раздаем памятки, объясняем. Зареченские спасатели обращаются ко всем горожанам. Не нужно пренебрегать требованиями безопасности и надеяться на авось. Ведь ставка в этой игре – человеческая жизнь и здоровье. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». О правилах безопасности на весенних водоемах мы сегодня поговорим с начальником отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления гражданской защитой Заречного Лилией Грошевой. Не пропустите актуальное интервью в финале информационного выпуска. А пока к другим новостям. Жители Заречного в возрасте от трех лет могут внести свой вклад в создание концепции благоустройства сквера имени Димакова. Им предлагают поучаствовать в творческом конкурсе «Заречный, я вижу тебя таким». Он проводится по двум номинациям – изобразительное искусство, рисунок, лепка, фотоколлаж и журналистика, эссе, репортаж. В обеих категориях нужно представить работы на тему «Мой арт-объект в сквере Димакова». Сквер Димакова в 2035 году. Символы и художественные образы сквера Димакова. Творчество горожан станет еще одним источником вдохновения для профессиональных проектировщиков. Такой формат уже использовали при благоустройстве центрального парка. В парке тоже некоторые арт-объекты, они сделаны по рисункам детей. Рисунки мы проанализируем, посмотрим. Если там есть что-то подходящее, мы, безусловно, возьмем. У нас был воркшоп, и идеи из воркшопа тоже возьмем. Творческие работы принимаются до 31 марта в городской администрации в кабинете 202. Справки по телефону 60 8107-610359. В Заречном состоялся третий городской фестиваль патриотической песни и поэзии «Моя Россия, мое Отечество». В нем участвовали солисты, дуэты, трио, квартеты, ансамбли и даже хоровые коллективы. Возрастных ограничений для участников не было, так что на сцену выходили и старый млад. Организаторы не ограничивали и выбор жанра. Звучали и авторская песня, и фольклор, и эстрадный, и академический вокал. Для тех, кто еще не забыл советское детство, была и специальная номинация «Пионерская песня». В этот вечер все, кто вышел на сцену, посвятили свои выступления родной стране. Ведь они приняли участие в фестивале патриотической песни и поэзии «Моя Россия, мое Отечество». Перед зрителями и жюри предстали исполнители всех возрастов, от дошколят до взрослых горожан. Дуэт «Две Саши» – это очаровательные девчонки из детского сада номер 11. Это уже четвертое их выступление на сцене. Специально для фестиваля две Саши выучили новую песню. Сначала была сложная. А мне было сначала тоже сложно, а потом легко стало. Мне точно так же. Организаторы фестиваля старались не ограничивать участников строгими рамками. Любой жанр – авторская песня, фольклор, эстрадный или академический вокал. На сцену выходили и сольные исполнители, и дуэты, трио-квартеты и даже целые хоры. Школу номер 225 представили несколько десятков человек. Свою песню они готовили в течение месяца. Для меня дается легко, для Богдана… Для меня – средничок, как бы, да. Средничок, ну, хорошо. Что скажете? Ну, тоже легко. Они поют второе. Да, более-менее понятно, и как, где разбирать какие слова. Участники попробовали представить на сцене все грани патриотической песни и поэзии. Члены жюри услышали и композиции о Великой Отечественной войне и подвигах, и лирические баллады о любви к родине. Участница детского музыкального театра «Поющий светлячок» Анжелина выбрала песню «Этот большой мир» на стихи Роберта Рождественского. Если что-то, я забуду, Прядь и сестры, прием у нас. Выступить на фестивале девочке посоветовал руководитель ее коллектива, а подбирать музыкальный материал помогали родные. Бабушка посоветовала посмотреть фильм, и мне настолько понравилась эта песня, что почему бы мне ее не спеть? Когда ты стояла на сцене, да, и пела зрителям, ты какие пыталась им чувства и эмоции передать, чтобы они тоже прониклись? Ну, чтобы они почувствовали вот это вот неземное просто что-то, чтобы тоже оказались вот там, в этой песне, тоже все почувствовали. Фестивальные прослушивания завершились. Награждение участников состоится 8 апреля. На открытии смотра конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать». Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». И о спорте. Александр Харланов завоевал очередную золотую медаль на проходящем в Пензе чемпионате Приволжского федерального округа по плаванию. Титулованный зареченский спортсмен занял первое место в эстапете 4 по 100 метров вольным стилем. Кроме того, Александр завоевал бронзу на дистанции 50 метров бутерфляем. В окружном первенстве третье место в заплыве на 200 метров на спине занял зареченец Иван Куманин. Напомню, что чемпионаты первенства Приволжского федерального округа проходят в Пензенском дворце водного спорта «Сура». В чемпионате участвуют спортсмены не моложе 2010 года рождения. В первенстве юниоры и юниорки 16-18 лет, а также юноши 14-15 лет. Всего на соревнованиях заявилось более 950 спортсменов из всех 14 регионов округа. Честь Пензенской области защищает 120 пловцов, в их числе 25 спортсменов из Заречного. В Заречном завершился турнир по баскетболу, посвященный 70-летию производственного объединения «Старт». Соревнования, организованные при поддержке градообразующего предприятия и заводской профсоюзной организации, прошли в три этапа. В феврале за победу сражались баскетболисты 2013 и 2014 годов рождения. В заключительном туре на паркет физкультурно-оздоровительного комплекса «Союз» вышли самые старшие участники – спортсмены 2010 года рождения. На паркете физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» баскетболисты Заречного и Пензы. Встреча сборных областного центра и закрытого города завершила третий этап турнира, посвященного 70-летию производственного объединения «Старт». Первые две части мы сыграли в марте, были 2013 год и 2012 год. Сейчас мы завершили этот турнир третьей частью с командами 2010 года рождения. В борьбу за чемпионский кубок вступили шесть сборных. Зареченский «Союз» принял на своей площадке гостей – команды Пензы, Воронежа, Чебоксар, Нижнего Новгорода, а также сборную Пензенской области, куда входили и ребята из нашего города. Соревнования шли по круговой системе. За три дня все команды встретились друг с другом, приобретя хороший игровой опыт. Главный итог – мы получили огромное количество эмоций, огромное количество игровой практики. То есть мы показали своим зрителям, ребят приходили, и дети, и взрослые, что баскетбольные команды этого возраста у нас есть, что дети могут заниматься. Люди, приехавшие из других городов, узнали, что в Заречном есть такой замечательный зал, что у нас прекрасная автоструктура, что мы можем. Мы, конечно же, познакомились и в том числе с нашим заводом. Турнир понравился, игры понравились. Было очень интересно. Турнир мне понравился, потому что были достаточно сложные соперники, и игры были сложными. Зареченские баскетболисты в ходе турнира провели пять игр. Три встречи завершились победой наших ребят. В двух союз уступил соперникам. Тяжело очень было со сборной девятого года. Проиграли 30 очков, но ничего страшного, в следующий раз выиграем. Нам нужно подобрать в защите. Всего было пять игр, мы выиграли три, проиграли Чебоксарам и сборной девятого года Пензы. Получилось сложно. В защите проседали, получали много особенных атак, не выходили на игроков. Ну и просто настрой был тогда не очень. Это опыт игры в защите, в нападения. Где-то тяжело, где-то легко, но надо тренироваться, становиться сильнее. Результаты оказались в чем-то предсказуемых, в чем-то нет. Потому что мы несколько раз встречались уже с командой, допустим, Чебоксар. Неожиданно они у нас много выиграли. Но сейчас начинаем переходить на другие правила, когда уже можно играть в зонную защиту, когда можно играть в прессинг. Ребята уже оказались к этому готовы. Мы получили просто практику. И себе наметили то, над чем будем работать летом. По итогам соревнований места распределились следующим образом. Бронзовую награду завоевали хозяева площадки. Серебряные призеры – команда Чебоксар. Победителями турнира, посвященного 70-летию производственного объединения «Старт», стали пенденские баскетболисты. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Завершился муниципальный этап президентских спортивных игр по волейболу за счет 59-й спортъяды школьников. В них участвовали 13 команд – 6 сборных юношей и 7 девушек. Турнир проходил в течение 4 дней. Кто стал победителем соревнований, узнала наш корреспондент Диана Котлерова. На площадке спортсмены из 225-й и 226-й школ. Они борются за победу в муниципальном этапе президентских спортивных игр по волейболу. Результаты турнира пойдут в зачет 59-й спартакиады школьников. Конкуренция высокая. Здесь играют самые сильные волейболисты из всех образовательных учреждений города. Семь сборных девушек и шесть команд юношей. Четыре-пять раз в неделю я играю в волейбол. В волейбол мне нравится, потому что это командная игра. Я очень люблю играть в игры с мячом. Они развивают разные навыки. Игра состоит из трех партий. Первая и вторая длятся до тех пор, пока одна из команд не наберет 25 очков. В третьей нужно заработать 15 очков. За каждую выигранную партию сборная получает балл. Победителя определяет по числу набранных баллов. За нарушение правил команды штрафуют. Есть правила заступа линии при подаче. Есть аут, площадка. Есть второй неправильный мячик. Касание сетки. Ну и все. Это основные правила волейбола. Самые распространенные ошибки какие? Это заступ и касание сетки. Первенство по волейболу шло четыре дня. Среди юношей победы удалось завоевать ученикам 222-й школы. На втором месте выли баллисты из 226-й. Ребята из 225-й заняли третье место. Места среди женских сборных распределились таким образом. Первыми стали девушки из лицея номер 230. Вторыми спортсменки из 225-й школы. Третьими из 222-й. Все они будут награждены дипломами на торжественной церемонии, которая пройдет в мае. Диана Котлярова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Вешние воды. Какие опасности подстерегают зареченцев на городских прудах и как их избежать? Об этом через пару минут. Не переключайтесь. Без воды горячей жить, увы, не получается. В мою сантехнику пойду, потому что нравится. Котлы водонагревательные, настенные и напольные. Газовые колонки лучших отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Моя сантехника». Душевно и ни капельки недорого. Семейные моменты самые трогательные и яркие. Присылайте фотографии с вашими родными на фотоконкурс по-семейному от телерадиокомпании «Заречный». На снимке обязательно должно быть минимум два человека из разных поколений. Победителей ждут подарки от спонсоров. Подробная информация в разделе «Фотоконкурс по-семейному» на сайте «Город-Зет». В атомных городах реформируют систему оказания онкологической помощи. Термедицинские технологии позволяют улучшить качество самой диагностики. Как новые технологии спасают жизни людей. Смотрите в среду в 20.00. Новости «Заречного» в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления гражданской защитой города Заречного Лилия Грошева. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня производился очередной замер льда на прудах нашего города. Расскажите, пожалуйста, о том, в каком состоянии находится ледовый панцирь. Это не то, что там сегодня производилось. На самом деле мониторинг проводится ежедневно. Начиная весь этот осенне-зимний период, у нас с дежурными сменами поисково-спасательного отряда, мониторинг проводится ежедневно. То есть ежедневно выезжают, ежедневно смотрят. Там опасные места мы огородили уже давно. То есть такие вот майны какие-то есть, места, которые не замерзают даже зимой. То есть они огорожены все. Знаки у нас, запрещающие переход по льду, у нас установлены еще были в начале зимы. То есть сейчас они тоже остаются, естественно, пока не сойдет вот это, пока ледовое покрытие у нас держится. Но в каком состоянии сейчас лед? Понятно, что стоят предупреждающие знаки, но мало кого они останавливают. Давайте уж смотреть правде в глаза, да? Все равно люди ходят по льду, дети выходят на лед. Я вот сам из окна вижу, как на Лермонтовском пруду дети играют на льду. А здесь, на лесном пруду, и дети, и взрослые как ходили, так и ходят. Никакие знаки их не останавливают. Ну, зимой-то это не возбраняется. Пожалуйста, конечно, у нас толщина льда была достаточная. Она всегда была больше 40 сантиметров. Но мы должны напомнить, что сейчас идет период таяния льда. И постановлением правительства Пензенской области у нас запрещен выход на лед водных объектов всей Пензенской области с 15 марта по 1 апреля. Хотя, конечно, сложно природу и погодные условия в какие-то календарные рамки поставить. Но определенно пока с 15 марта по 1 апреля. Естественно, просто мы должны сами заботиться о своей безопасности и смотреть просто по состоянию. Сейчас видите, какие уже дни пошли. Активное солнце уже у нас идет. Лед тает уже, конечно, активно. И вот есть такие как бы сведения данные статистические, что если там буквально три дня положительных температур такого солнца, то прям лед тает на 25% льда. То есть уменьшается. Таким образом, мы видим, что буквально на следующей неделе у нас уже говорить о безопасной толщине льда вообще не приходится. Но сейчас лед пока еще толстый. Однако, насколько я понимаю, все-таки существует определенная опасность. Помимо вот тех вот самых, как вы их называете, майн, да, то есть вот эти проталины, незамерзающие места на пруду, его же лед-то не видно. То есть он сверху вроде бы как еще нормальный. Или в некоторых местах наоборот там снег где-то, да. А снизу и в середине, я так понимаю, что это никакой гарантии того, что толщина льда определенной не дает. Да, он действительно сейчас очень неоднородный. И вот эта вот толщина, так сказать, снежного покрова, то есть это же мы понимаем, что это просто проваливаешься до какого-то там... И даже спасатель отмечает то, что под снегом находится вода, потом может быть лед. То есть мы даже не знаем точно, вот какая вот действительно толщина непосредственно льда. Поэтому это все очень небезопасно. И я еще раз повторяю, с 15 марта по 1 апреля вообще запрещен выход на лед. Но, как я уже отмечал, что все равно люди выходят. Давайте попробуем, попытаемся хотя бы... Да, запрет есть, понятно. Ну, будем смотреть правде в глаза. Люди выходят на лед. Попытаемся напомнить определенные правила безопасности. То есть что делать, чего не делать на льду? Да, ну, во-первых, давайте начнем с тех, которые категория у нас на льду. Это рыбаки, естественно, и дети. Кто у нас часто выходит на лед. Но рыбакам, естественно, не скапливаться. То есть не группироваться вот как-то в одном месте. Это, конечно, распространялось на зимний период. Но мы им все это напоминали тоже эти правила безопасности. А детям до 14 лет вообще нельзя находиться на водоемах без сопровождения родителей или каких-то взрослых. Да, то есть им вообще нельзя выходить на лед в том числе. Вот. Но, естественно, сейчас мы даже, мне кажется, нечего говорить о том, как надо себя вести на льду в зимний период. То есть сейчас мы говорим о том, что не надо выходить вообще на лед. Давайте дождемся все-таки. Лед стает. У нас будет нормальный пруд, как говорится. И мы дождемся купального сезона и будем купаться. А сейчас, да, сейчас это очень опасно. И мы ни в коем случае говорим, нельзя выходить на лед. Не дай бог, если вы увидели, конечно, что кто-то провалился, соответственно, у нас есть телефоны экстренных служб. Еще раз хотим напомнить, для жителей это телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Заречного. Это 60805 или единый телефон 112. То есть это единый по всей стране, бесплатный, с любого сотового телефона, с любого телефона вы можете обратиться к нам. То есть обязательно надо вызвать помощь. Потому что я считаю, что даже приходить на помощь, как бы пытаться оказывать какое-то, это даже не безопасно самому спасителю. То есть вот... Если вдруг человек все-таки провалился, да, там, по колено и чувствует, что лед дальше затягивает, лед дальше проваливается, что делать и чего не делать человеку в такой ситуации? Ну, прежде всего, конечно, надо позвать на помощь. Наверняка кто-то где-то услышит, увидит. Там все-таки у нас довольно-таки многоледные иногда бывают на прудах. То есть, соответственно, позвать на помощь, пытаться не паниковать. Ну, это вообще нельзя, конечно, паниковать ни в какой ситуации. Иначе там могут прийти просто совершенно непредсказуемые последствия. Поэтому надо постараться найти место, то есть откуда вы пришли. То есть мы начинаем движение, во всяком случае там лед вас уже выдержал. То есть начинайте двигаться туда, откуда вы пришли. И на, как бы сказать, на лед вы должны пытаться как-то свое тело там направлять. И выходить ползком, пытаться в безопасное место. Ну, понятно, что мы же физику в школе учим, все проходим, да, что чем больше площадь, тем, соответственно, меньше давление. Вот человек проваливается, да, конечно. Первое – это паника, естественно. Там намокли сапоги, ботинки, все начало тянуть вниз. Что? Вот как-то раскинуть руки? Что вот делать? Конечно, да. Если, опять же, если есть у тебя какой-то там рюкзак, сумка в руках, то есть вот что делать в такой ситуации? Нет, соответственно, да. Если какие-то рюкзаки, сумки, их обязательно надо скинуть, они будут просто вас тянуть вниз. И, конечно, раскинув руки, широко, конечно, правильно говорится, что должна быть площадь как можно больше. То есть и вот таким вот, даже перекатывать, стараться там какими-то движениями такими выбраться на безопасное место. Вот скажите, пожалуйста, у нас на лесном пруду, в Лермонтовском парке, там каскад прудов, где самые опасные места? Вы сказали, что они огорожены, но мы же все понимаем, что, ну, вы понятно, что каждый день проверяете, ну, кто-то побаловался, убрал эти загородочки, да, эти ленточки. Где вот самые наиболее опасные места? Ну, наиболее опасные, во-первых, конечно, надо смотреть еще по свету льда. Конечно, я не знаю, как сейчас уже. Трудно определить, он уже будет сейчас, уже такой. Ну, где-то вот место расположения, ближе к чему? Ну, к берегу, конечно, какие-то заросли, если есть, там вообще, конечно, это наиболее опасные места. Ну, я говорю, где-то есть еще незамерзающие, но мы, говорю, стараемся оградить. Ну, вот на лесном пруду, где вот эти вот самые опасные места? Это где вот мостик там идет или где дамба? Да, 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 совершенно верно. Да, вот где вот эти вот заросли у нас идут, какие-то, как считается, там камышовые, там вот эти, это все опасные места. И в завершении нашей встречи давайте еще попытаемся напомнить зареченцам, что какие правила безопасности существуют на льду вообще? Я сейчас говорю о том, что у нас погода неустойчивая очень, и днем все оттаивает, все дороги, особенно там тротуары, во дворах, все это покрывается льдом, хотя днем уже, конечно, там лужи большие. Так вот, какие меры безопасности нужно соблюдать зареченцам, гражданам вообще любого возраста, чтобы не подскользнуться вот где-то в таких вот, не на льду уже прудах, да, а здесь вот, во дворах? Да, у нас зима была снежная, поэтому у нас довольно-таки большой такой во дворах сохраняется такой ледовый, как бы вот этот вот гололед, правильно? То есть, ну, прежде всего, если люди пожилого возраста особенно, старайтесь одевать удобную обувь. Это, во-первых, значит, обходите, если возможно, обойти какие-то опасные такие, ну, вы видите, что, потому что у нас сейчас очень много уже растаявших, очень много уже асфальтового покрытия появилось, то есть обойдите лучше какую-то там внутридворовую территорию, обойдите по улице. Ну, и как бы стараться так, если вот вы попали прямо на место такого вот гололеда, прямо вот самого, вы видите, прямо гусиным шагом, широко расставив ноги. Я понимаю, что, может быть, это не привлекательно, как бы это все выглядит, но, тем не менее, это безопасно. То есть старайтесь так вот мелкими шажками передвигаться. Естественно, молодежь тоже не смотрите в гаджеты, там все, смотрите под ноги. Ну, что ж, будем надеяться, что ваша такая вот беседа, ваше наставление, скажем так, они уберегут зареченцев от каких-то несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. Спасибо. Спасибо. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Все вам самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова